Добрый вечер Был человек не только героя Великой Отечественной войны, но и человека, который, оказавшись в очень сложной жизненной ситуации, не бросил бороться, шел, двигался к своей цели, и вся его жизнь была своего рода подвигом преодоления. Наверное, два таких имени было в советскую эпоху. Это Николай Островский и Алексей Моресьев, безусловно. Рядом со мной автор биографии Моресьева, историк, автор нескольких книг, высших в серии ЖЗЛ, лауреат Государственной премии Российской Федерации имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, Николай Карташов. Николай Александрович, здравствуйте. И расскажите, пожалуйста, как возник замысел этой книги, как вы решили обратиться к личности Моресьева. Добрый день, уважаемые друзья, товарищи, господа. Действительно, да. По-разному можно относиться к этому, да. Что касается написания книги об Алексея Петровича Моресьева, почему у меня возник замысел, вопрос заключается в том, что в последнее время мы стали забывать тех людей, которые прославляли наше Отечество своими подвигами. Плохо слышно. Плохо слышно, да? Сейчас слышно? Хорошо, хорошо. То есть мы стали забывать тех людей, которые защищали нашу Родину, прославляли наше Отечество. И это заставило меня обратиться к жизни Алексея Петровича Моресьева. Но была еще одна причина. Вы очень хорошо знаете, что впервые об Алексея Петровича Моресьеве написал замечательный писатель Борис Николаевич Полевой. В 1946 году вышла его книга «Повесть о настоящем человеке». Но автор встречался с Моресьевым на основе этих встреч, и родилась у Бориса Полевого эта книга. Но Борис Николаевич Полевой написал книгу, в общем-то это художественное произведение. То есть он как автор имел право на домысел. И если вот, допустим, мне сейчас, как вот человеку, который очень глубоко погрузился в жизнь и деятельность Алексея Петровича Моресьева, я могу сказать, что действительно в книге есть достаточно много эпизодов, которые авторам придуманы, домысленны. Мне захотелось написать книгу-биографию. То есть проследить путь этого человека от рождения и до погоста. Более того, книга Бориса Полевого, она заканчивается периодом войны. А у Алексея Петровича Моресьева была очень долгая, интересная и яркая жизнь после войны. Вот, собственно. Николай Александрович, я знаю, что вы пользовались уникальными источниками, ввели в оборот новые факты, уточнили ряд аспектов биографии Моресьева и, кроме того, общались с его сыном. Расскажите об этом. Да, книга построена исключительно на документальном фундаменте. Ну и, на мой взгляд, в этом и ценность этой книги. Потому что я проследил полностью жизнь Алексея Петровича Моресьева, начиная от того, где он родился, когда родился, ну и, понятно, где похоронен. Вот, допустим, Алексей Петрович часто в своих, ну и не часто, постоянно писал в своих автобиографиях, что он родился в городе Камышин Саратовской области, ныне это Волгоградская область, 20 мая 1916 года. Я поднял документы, в том числе я изучал его личное дело, которое хранится в Подольском архиве Министерства обороны. Там дата совершенно другая. Дата он родился, свидетельство о рождении его записано, что он родился 16 мая 1916 года, и не в городе Камышин, а на хуторе Веревкин, ну, который находится недалеко от Камышина. Вот, то есть, это уже было, как бы, некое первое открытие. Хотя во всех справочниках, энциклопедиях, везде стоит вот эта дата, 20 мая 16-го года. И он эту дату, Алексей Петрович, отмечал. И далее, 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 как бы, погружаясь дальше в архивы, я, ну, открыл достаточно много вещей. И, в принципе, я их не открыл. Это, ну, все мы привыкли к тому, что читали в повести о настоящем человеке, и нам казалось, что так она действительно была в его жизни, в его биографии. Но, когда обращаясь к документам, то совершенно, ну, как бы, предстоит другая картина. — А, Николай Александрович, Полевой просто не знал об этих фактах и не знал сам Моресиев, который не мог им об этом рассказать? Или он сознательно шел на ради художной цели? — Ну, это сложный вопрос. Я так думаю, что, конечно, спросить бы у Бориса Николая, у Бориса Николая, да, Полевого. Но, когда Полевой написал повесть о настоящем человеке, там же фамилия не Моресиев в повести. Там он умышленно изменил фамилию на Моресиев. И это было связано с тем, что и сам Алексей Петрович говорил, что после войны очень много было фронтовиков, раненых, искалеченных, инвалидов, несколько миллионов, у которых не было рук, ног, и жизнь у них складывалась не очень благополучно, а очень многие испевались. И Алексей Петрович тоже был из этой же плеяды. И, наверное, Полевой, и сам Моресиев потом говорил, что Полевой специально не указал мою фамилию, а вдруг я сопьюсь или совершу какое-то преступление. Поэтому, как от риха подальше, он изменил мою фамилию. — Николай Александрович, а какие все-таки самые интересные еще открытия Вы сделали? Вот какие разночтения, скажем так, между текстом Полевого и, на самом деле, то, что Вы узнали, что-то еще там было такое значимое, интересное, помимо даты и места рождения? — Ну, допустим, такой эпизод, когда его сбили в районе Демянского котла, да, он в своей биографии написал, что его сбили 4 апреля 1942 года. По документам, которые я разыскал, дата совершенно другая — 5 апреля стоит. Даже вот такая деталь, но она несущественная, конечно. — Да, это ошибка памяти просто. — Да, но для историка, история, она тоже как математика. — Тоже наука точная. — Да, наука точная. — Да, наука точная. Даты должны быть действительно точные и сверенные. Вот один из этих, так сказать, моментов таких. Затем, ну вот что касается, допустим, самолета Моресева. Когда его сбили, уже после войны, спустя годы, все разыскивали его самолет. Снаряжались экспедиции, вплоть до того, что наше даже военно-историческое общество снаряжало эти экспедиции на поиски самолета. И наши коллеги-журналисты делали сенсационное заявление. Дескать, нашли там в Новгородских лесах, нашли самолет Моресева. Еще там было еще одно сообщение. Нашли, наконец-то, или обнаружили самолет Моресева. На самом деле, самолет был обнаружен еще в 1942 году. Тогда, когда армия шла вперед, войска шли, двигались вперед, следом за ними шли трофейные команды. И они собирали вот эти все трофеи. И таким образом был найден самолет Моресева. Есть документы, есть акты, которые свидетельствуют о том, что именно этот самолет, ну, это легко определяется по мотору. А почему же продолжали искать тогда, Николай Александрович? Ну, надо было просто обратиться в Центральный архив Министерства обороны, поднять документы, что и сделал один из моих коллег. Три года назад он поднял эти документы. И таким образом самолет... И теперь, ну, как бы, вопрос... Еще одно пятно закрыто, да? Это один момент. Еще один момент. В 90-е годы, ну, и в конце 80-х, и в 90-е годы, было модно, было модно, как бы, плевать, ну, и это продолжается, плевать нашу историю. И говорить о том, что не было, дескать, подвига Зои Космодемьянской, не было подвига Александра Матросова. Пытались недобросовестные журналисты и подобраться к биографии Алексея Петровича Морисева. Ну, вот, были такие очень неприятные публикации. Мне, работая над книгой, я очень много пересмотрел, перечитал материалов. И когда Алексея Петровича в одной из средств массовой информации сравнили с пьяным грибником, который блуждал по лесу, ну, вы понимаете, какое-то кощунство и подлость со стороны, вот, некоторых журналистов. Какие же цели они преследуют? Ну, какие. Цели определенные, так сказать, что у нас не было истории, что у нас не было героев, что у нас были бездарные полководцы. Вот просто... Это понятно. А за этим что-то, вывод какой из этого, с их точки зрения? С их точки зрения, ну, есть у нас псевдоисторики, которые, ну, и недобросовестные журналисты, которые видят только плохое в нашей истории. Другого, как бы, я в этом не вижу. Дальше еще одна тема. В некоторых средствах массовой информации в тех же конце 80-х и в начале 90-х годов просказывали такие вещи, которые тоже, так сказать, и родили и Алексея Петровича. Говорили о том, что он не написал кандидатской диссертации. Как известно, после войны Алексей Петрович закончил высшую партийную школу, закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по теме военно-политической, ну, я так, не дословно говорю, но военно-политическая работа в частях, авиационных частях Красной Армии. Некоторые журналисты написали, что Алексей Петрович не писал никакой диссертации и неизвестно, защищал он вообще эту диссертацию или не защищал. Я работал в одном из архивов, а точнее, это есть Государственные архивы социально-политической истории. С помощью их сотрудников мы нашли все документы, как он учился в высшей партийной школе, как он учился в аспирантуре, как он писал кандидатскую диссертацию, когда защищал, есть, ну, все есть документы. То есть, опять я постарался расставить и защитить честное имя Алексея Петровича Моресина, одного из наших героев. Ну, послевоенная жизнь Алексея Петровича была вообще очень интересная. Он очень многое сделал для, поскольку он сам инвалид был, и он очень многое сделал для инвалидов Великой Отечественной войны. Вот эти запоросты, над которыми в 90-е годы опять же смеялись, вот запорожцы, запорожцы. Но благодаря Алексею Петровичу Моресеву у нас тысячи инвалидов получили вот эти запорожцы. Так, Николай Александрович, да, наверное, мы... Я просто подумал, что, может быть, мы полномерно дойдем до этого периода, а начнем тогда с происхождения Моресева, что известно о его родителях. Он из крестьянской семьи был. Абсолютно. Он из крестьянской семьи. Отец у него умер очень рано, участник Первой мировой войны. Воспитывала его мать, а осталось еще их трое. Алексей Петрович был самый младший. Болел, в детстве переболел очень тяжелой формой малярии. Он иногда не мог даже ходить. Вот судьба как-то, действительно, с детства у него судьба так выстроилась. Да, и он даже из школы, его одноклассники приносили, потому что так болели сильно суставы. Ну, он парень такой был настырный, характер у него был упрямый. И благодаря этому, в общем-то, он в последующем достиг и стал летчиком. Но он поехал сначала строить Комсомольск-на-Амуре. Там есть у нас этот вопрос про Комсомольск? Да, 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 расскажите, конечно. Да. Он поехал строить Комсомольск-на-Амуре в 1934 году. Тяжелейшая была работа. Валили лес, рубили этот лес, строили город. Там строился авиационный завод, и он один из активных участников строительства этого авиационного завода. И то, что сейчас в Комсомольск-на-Амуре до сих пор есть авиационный завод, который выпускает самолеты для наших военно-воздушных сил, это тоже его как бы заслуга. После Комсомольска-на-Амуре его призвали в ряды Красной Армии. Он попал в пограничные войска, служил на Сахалине. Ему повезло, он попал в авиационный отряд. А до этого в Комсомольск-на-Амуре он успешно закончил аэроклуб. И то есть, ну, вся судьба у него складывалась так. Но тогда, в те годы, очень многие мечтали стать летчиками. Знаменитые перелеты, Валерий Чкалов. Эти имена действительно были для молодежи кумирами. И одним из кумиров у Алексея Петровича Моресева был как раз Валерий Чкалов. И, в общем-то, следуя его примеру, он поступил в Читинскую военную школу пилотов. Затем их по школу перевели в Батайск, в Тавростовскую область, Батайская школа. И там он эту школу закончил. Его за хорошие успехи оставили летчиком-инструктором. И в Батайской аэрционной школе он встретил Великую Отечественную войну. Да, и вот начинается война. Он сбил три самолета и при этом был сбит сам. И дальше начинается подвиг. Расскажите, как это было? Ну, здесь нужно коснуться начала войны. Он воевал практически с начала войны. Уже в конце июля 41-го года он был направлен на Южный фронт. Воевал в районе Кировограда, Днепропетровска, Мелитополе. Там жесточайшие были бои. И учитывая то, что в первые дни войны наша авиация практически была вся уничтожена. И самолет, на котором он летал, это был И-16. Конечно, это был слабенький самолет. Но, тем не менее, наши воевали. Он и в управлении был, такой непростой самолет. И боевое крещение он как раз получил в районе Кировограда. А затем полк практически был весь... Понес, точнее так, понес потери. И полк был отправлен в район Куйбышево на переформирование. Там, переучившись на новые самолеты, на Яки, его направили на Северо-Западный фронт, где он как раз и сбил три, в районе Демянского котла сбил три самолета. В первый боевой вылет он сбил один самолет, во втором вылете он два самолета сбил и сам был сбит. Ну и упал. Но самолет не загорелся. Самолет не загорелся. Он пытался его посадить, но, видимо, это было настолько сложно, что его выбросило из самолета. Он потерял сознание. Потерял сознание. И, видимо, от потери сознания он не сориентировался, куда ему вообще ползти, в какую сторону. Если бы он избрал, ну, так скажем, повернул направо, так я по-простому говорю, если бы он повернул направо, то он бы вышел на ближайшее село, и где бы его в первый же день обнаружили сельские жители. Но он пополз вдоль озера, и тем самым, как бы, где не было ненаселенных пунктов, и вот эти 18 суток он полз, шел с обмороженными ногами. Но при ударе он травмировал ноги, а потом эти ноги, естественно, отморозил, и потом ступни уже были, но ампутированы во время... Это жутко, конечно. Страшная история, и больше того, в книге я использовал его как раз воспоминания. Алексей Полевой как бы всего слова рассказал, да? А Алексей Петрович сразу после... Когда он начал летать, уже вернулся в боевой строй, к нему приехали сотрудники Академии наук и записали его воспоминания, как бы воспоминания. Там не все как бы тоже однозначно, там есть неточности, потому что когда я смотрел документы из военно-медицинского архива, ну там просто где-то вот он что-то забыл, что-то запамятовал, так сказать. А вот документ есть документ, я опирался прежде всего на документы. И когда его обнаружили через 18 суток, вот у Полевого написано, что его обнаружили мальчишки. Но его не мальчишки обнаружили, его совершенно взрослые люди, которые, два парня его обнаружили, которые уже воевали на фронте. Один был из них ранен. Ну, Полевой, это один из примеров, что Борис Полевой как бы домыслил. Но он как художник, и это действительно художественное произведение. И полз Алексей Петрович не по немецкой территории, у Полевого-то как раз там немецкая территория, он находился на нашей территории. Вот она проза жизни. А мальчишки, наверное, я так подумал, это какой-то символ того, что вот он ради них, ради молодых новых поколений идет эта война, чтобы и у нас в том числе было то будущее свободное, которое мы сейчас имеем. Еще вспоминается пронзительный тоже рассказ писателя Всеволода Гаршина «Четыре дня» о русско-турецкой войне. Это 70-е годы XIX века, о том, как русский солдат в встрече с турками, он убивает турка, и при этом сам ранен, и вот он лежит где-то там в зарослях четыре дня, пока его не находят. Ему, кстати, тоже в финале этого рассказа ампутируют ноги, и вот там это описано, как он с огромной болью ползет там буквально полтора метра до убитого им же турка, чтобы напиться из его фляги воды. Скажите, насколько вообще это возможно читать в случае с Марисевым, описано ли это подробно? 18 суток, это как, чем он питался, пил, ел? Ну, у Бориса Полевого есть там как бы моменты, когда он описывает, что он там ежа съел, но воспоминаниях Алексея Петровича говорит о том, что он, то, что находил там корабла, какие-то, ну, типа, клюквы, вот это он, это было, это было. А так, был у него какой-то пропаек еще, то есть остался, вот этим он питался. Ну, у Бориса Полевого там немножко, конечно, ну, художественный вымысел, тут как бы, ну, с Медведем он встречался. Я спрашивал у сына, я поддерживаю отношения с сыном, с Виктором Алексеевичем Морисием, ему уже 75 лет, и я у меня спрашивал, ну, что, отец рассказывал про Медведя? Да, вот он рассказывал про Медведя. А как было с Медведем? Ну, в самих воспоминаниях, в самих воспоминаниях у Алексея Петровича Медведь не присутствует. Он присутствует только у Бориса Полевого. Но из рассказов сына, сын рассказал, что он достал пистолет и выстрелил Медведя. Много скептиков очень говорят, что Медведя сложно застрелить. Ну, надо быть на месте, наверное, в Алексея Петровича Морисиева, так сказать, и один не застрелил, а другой застрелил, я так считаю, так сказать. Один выплыл из реки, а другой не выплыл. Ну, это же, ситуации бывают такие, что мы сами, каждый из нас куда-то попадал, да? Один успел на бою, другой опоздал на одну минуту. Вот тут товарищ случай. Ну, это только первая часть подвига. А вторая часть подвига, что после всего вот этого человек возвращается к боевому самолету и снова начинает воевать. Как ему это удалось и какие у него были после этого, скажем так, достижения на поле брани воздушной? Ну, возвращение в строй, его началось еще с госпиталя. Я в своей книге как бы назвал тот госпиталь, куда его привезли, потому что в Леве, ну, в этом самом, в средствах массовой информации часто упоминался госпиталь в Сокольниках. Он совершенно, его привезли в другой госпиталь, в Москву его действительно привезли. Привезли, это госпиталь находился в районе улицы Басманных, там был госпиталь, эвакуационный госпиталь, там ему сделали операцию профессор Теребинский, он тоже рассказывал, но Моресев даже не помню, вот сколько воспоминаний, я прочитал его, да, интервью, сколько он давал, там, журналистам, всегда почему-то шарали речь о госпитале в Сокольниках. Да, там есть, и он и остался, этот авиационный госпиталь, но в тот период, когда его привезли, Алексея Петровича, этого госпиталя еще не было. И вот мне потребовалось, как бы, достаточно тоже много усилий разыскать, вот действительно установить, какой же его госпиталь его привезли. Кто конкретно, я даже установил, кто ассистент, там был, помимо профессора Теребинского, замечательный Николай Наумович Теребинский, профессор, он многим спас жизнь, и установил и ассистента, и медсестер, ну, то есть это тоже потребовало определенных, как бы, усилий, чтобы все это разыскать. И, конечно, когда он остался без ног, это была трагедия. Это было, ну, я не знаю, из присутствующих, окажись на его месте, как вот мы бы себя чувствовали, но ему хватило мужества научиться ходить, и мы сделали протезы, это тоже месяцы упорной, такое преодоление было страшное. И он все-таки научился ходить, даже вот это, что у Бориса Полевого есть сцена, когда он перед комиссией танцует, этот эпизод тоже есть. Эпизод есть, и вот эти члены комиссии, они все присутствуют в книге. Если у Бориса Полевого просто там вымышленная фамилия, то здесь конкретные офицеры из Центрального Медицинского управления Красной Армии, пофамильно, пофамильно, там пофамильно названы те люди, которые ему давали путевку, как бы возвращение в небо. Сколько этих усилий ему стоило? Он учился, уехал в Чувашию, там была авиационная школа, он там фактически с нуля научился летать. Затем вернулся в Люберцы, здесь в Люберцах пол стоял, и когда есть такой эпизод, когда он прилетел, он осваивал почту, летал на, по-русски сказать, кукурузнике, да, и доставлял почту. Был самолет связи, самолет связи. В Люберце он прилетел, и командир полка, там базировался авиационный полк, командир полка увидел, что он в этих самых ботинках, все вундах, холод страшный, а он в ботинках, и командир полка мат, перемат на него, он ему объясняет, что я без ног, а командир полка никак не может понять, да ты самострел, ты ноги себе хочешь отморозить, он ему опять объясняет, да я без ног. И только командир эскадрильи, когда подошел, и стало все ясно, что действительно, Алексей Петрович, этот лейтенант без ног, и полковник взял под козырек, извинился перед лейтенантом. И такая же ситуация была, когда он уже воевал, вернулся в строй, воевал на Первом Прибалтийском фронте, тоже документальное свидетельство женщины, она была радистской в этом самом батальоне обеспечения, и вот эти девчонки наши узнали о том, что к ним в полк прилетит без ноги летчик. Их построили, когда летчиков, они смотрели, смотрели, все молодые ребята, а никто не может понять, где же этот самый без ноги этот летчик. А он ходил, кстати, старался ходить без палочки, он до конца жизни без палочки-то ходил. И они спрашивают у одного из офицеров, а где же этот без ноги-то летчик? Он говорит, эх вы, не можете понять. Смотрите, все там в валенках и в этом салон, и в вунтах, а этот лейтенант, вернее, старший лейтенант уже, а этот старший лейтенант в сапогах. То есть вот такая даже была история. Возвратился он воевать на Курскую дугу и участвовал, воевал под Орлом. Под Орлом сбил несколько самолетов. Там у него произошла встреча с маршалом авиации Новиковым. Это, собственно, его крестный отец, благодаря которому, в общем-то, Алексей Петрович получил звание Героя Советского Союза. В годы войны существовали как бы нормы. Надо было бы сбить 10 самолетов, чтобы получить звание Героя Советского Союза. Потом эта норма была увеличена. Алексей Петрович к тому времени сбил всего лишь 6 самолетов. Но вот надо отдать должное маршалу авиации Новикову, который имел право и через Сталина решили вопрос с присвоением ему звания. Учитывая особое... Да, учитывая особое засну, и что он безногий летчик, и ему присвоили звание Героя Советского Союза. Но самое-то интересное. В тот момент как раз, когда он сбил сразу два самолета, прилетел в полк корреспондент «Правды» Борис Полевой. И вот так, как рассказывал Борис Полевой, ну, очень трогательная такая история, ему сказали, что вот у нас есть летчик, но не сказали, что он безногий. Ну, я тоже допускаю, что... Наверняка ему, конечно, сказали, что он безногий, но в своих воспоминаниях Борис Николаевич написал, что он не знал, что он безногий. Я просто решил рассказать об этом летчике. И они долго беседовали, паренки даже выпили, вот эти наркомовские. Но Борисов оказался очень неразговорщим человеком. И мы продолжили разговор в землянке, и когда мы ложили, а я, говорит, уже лег и задремал. И слышу, а пол, земляной там пол, что-то загрохотало. Я руку под подушку, где у меня пистолет, ну, люди военные, руку под подушку за пистолет, а Алексей Петрович, Алексей Петрович Морисов говорит, да ты не пугайся, майор, это у меня ноги мои. И полевой остался, полевой остался еще на сутки, ну и погода там, благоприятствовала этому, шел дождь. Полетов не было, они еще проговорили, и потом, это уже как бы стало основой для написания в дальнейшем книге. Но он написал статью, передал ее в правду оперативно. Передал в правду. А Сталин, газет-то было мало, и Сталин каждый номер газеты перед выпуском просматривал. Газет была там, правда, известие, красная звезда. И ему показали, привезли верстку этой полосы, и он увидел, что очерк о безногом летчике. И он сказал главному редактору Поспилу, главному редактору правды, что сейчас не время писать о безногих летчиках. Потому что гебберская пропаганда сейчас поднимет такой шум, и такой шумих, что русским уже воевать нечем, у них уже воюют безногие летчики. Так что мы... Повременим. Да. Повременим, потому что это придаст дух германской армии, и мы скорее разобьем русских. И эту статью отложили до лучших времен. А Алексей Петрович сказали, вернее, не Алексей Петрович, а Полевой пусть напишет о нем книжку. И Борис Николаевич Полевой написал эту книжку во время нюрбейского процесса. Причем написал очень быстро. Вот, кстати, созрел у меня вопрос и касательно этого процесса, и касательно германской армии. Одно дело, когда, да, страшное нападение на страну, но все-таки это более-менее так, более-менее абстрактно, наверное, воспринимается. А когда ты в итоге... В итоге ты сам уже пережил такое, когда ты искалечен. У него появилась какая-то лютая ненависть к врагам, захватчикам, немцам, гитлеровцам? Есть, в книге приводится один эпизод, который рассказал мне, мой коллега, по творчеству. В конце 90-х годов, он, будучи корреспондентом газеты «Советская культура», редактор ему поставил задачу написать, взять интервью у человека, который воевал с немцами, а тогда уже как бы мы начали выводить войска из Европы, Варшавский договор разваливался, и отношения с немцами как бы и с Западом у нас как бы становились более теплыми. И корреспондент, вот мой коллега, пришел к Алексею Петровичу Моресеву и задал ему несколько вопросов. Несколько вопросов, в том числе задал такой вопрос, что, ну вот сейчас мы, немцы нам помогают, мы выводим войска оттуда, они помогают нам марками, мы строим жилье для наших военнослужащих, вот как вы в плане помириться с ними? Алексей Петровичу дословно рассказал, Алексей Петрович не то, что побагровел, но стал очень таким суровым, строгим, и сказал, ничего я им не простил. Ни я туда пришел на немецкую землю, они пришли к нам убивать, а у него еще были свидетельства, вернее, он был свидетелем, когда в 41-м году он видел, когда немецкая авиация, она главенствовала в воздухе, они расстреливали, колонны же шли, очень много колонн беженцев, шло с Украины сюда вглубь России, ну, перегоняли, люди шли, перегоняли скот, ну все, и все это расстреливалось с воздуха. И он это видел, он видел своими глазами, как одну из колонн немцы расстреляли, и, конечно, это осталось у него в сердце, и простить, безусловно, он им не мог. В то же время была ситуация, когда после войны, была ситуация, когда после войны он представлял, как бы, нашего молодежь, он был таким, как комсомол, он часто ездил на международные форумы, связанные с борьбой за мир. И в Германии в конце 50-х годов молодежь Западной Германии и Восточной Германии проводили форум, и его туда пригласили. Его туда пригласили, он выступил перед ними, и он пригласил на танец жену, она тогда еще была, она возглавляла как раз, ну, по-нашему, СК комсомола Германии, он пригласил будущую, она еще не жена была, но будущую жену Эрифа Хона. Вот такая была история. Об этом я тоже рассказываю в книге. Вообще, в книге, ну, поскольку она построена на документах, то есть, там художественные вымысла, и думать, слушайте, а, по-моему, мы личный раз убеждаемся, что реальность, она интереснее. Нет, ну, Борис Полевой, он только военный период охватил жизнь Алексея Петровича, а у него же была и послевоенная жизнь, то есть, и его жизнь для многих, для тысяч, стала примером. Многие, мы же знаем, сколько людей, которые тоже в тех или иных оказались в сложных ситуациях, потеряли ноги, руки, но благодаря вот книге «Поиск о настоящем человеке» и благодаря его жизни люди возвращались и становились полнокровными, полноправными, вели полноправную жизнь. Николай Александрович, книга вдохновляла других, безусловно. Вот интересно, как повлиял выход этой книги на жизнь самого Моресьева? Ну, фамилия другая, но наверняка многие знали, о ком идет речь. Да, благодаря книге Алексей Петрович Моресьев, собственно, и стал известен. И он сам говорил, Алексей Петрович, что нашелся вот на меня Борис Полевой, таких, как я, было очень много. То есть, воевали у нас, и были танкисты, летчики, и моряки, у которых не было рук, ног, новых танкисты были, которые у него, генерал Петров, у него не было вообще обеих рук. Таких людей было очень много. Только в авиации было порядка десяти человек, которые летали, у кого ноги не было, у кого руки не было. Но Алексей Петрович сказал, вот на меня нашелся такой писатель. И это как бы, и он даже, ему как-то часто неудобно было. Неудобно, потому что были и завистники, были и те люди, которые, ну, как-то относились к нему не очень хорошо. Писатель наш известный, Юрий Нагибин, как-то сказал, что Борисов ненавидел Полевого. Ну, не знаю, на мой взгляд, это просто чушь. У них были нормальные отношения, они ездили вместе в командировку, встречались с читателями. И сын Алексея Петровича, Морисия Виктора, тоже мне рассказывал, что у них были очень хорошие отношения. А с чего вдруг Нагибин пришел к такому выводу, с чего ему было ненавидеть Полевого? Ну, у писателей, понимаете, писатели народ завистливый, я вам так скажу. То есть это необъяснимо, да? Необъяснимо ему заключение. Да, писатели народ завистливый, и могло это быть тоже из одной причин. И не так давно, кстати, опубликовали, но это уже как бы не в тему, были опубликованы дневники Юрия Нагибина, и он очень нелестно отзывался о многих писателях, в том числе и о Фадееве, о Шолохове и еще о других. Николай Сарыч. В том числе и о Борисе Полевом. Мы уже затрагивали немного послевоенный период жизни Моресева, но вот если можно развить эту тему, то есть он выставлял комитет ветеранов? Нет, он был в 56-м году был создан Советский комитет ветеранов войны. Это организация, которая поддерживает связи с аналогичными организациями зарубежных стран. Но вот сразу после войны во многих странах такие комитеты были созданы. Был создан такой комитет у нас. Председателем Советского комитета ветеранов войны был избран на всесоюзной конференции ветеранов войны был избран маршал Советского Союза Александр Михайлович Васильевский. А Алексей Петрович Моресев стал ответственным секретарем этой организации. Но это по сути был начальник штаба, на котором лежала вся организационная работа. А Васильевский по сути был представитель представитель фигура. А вся работа лежала на Алексея Петровича Мореси и на сотрудниках. И конечно что Васильевская что Моресио конечно был высокий авторитет в стране в обществе в народе и благодаря этому многие вопросы удавалось решать. В частности вот в оказании помощи инвалидам войны, ветеранам войны, то есть предоставлением различных льгот. Это так и было. Кстати я вам уже говорил о тех запорожцах которые инвалидных машинах которые получили и мотоколяск и машины запорожец которые получили тысячи ветеранов. Но они еще и получили квартиры и повышение надбавок всевозможных пенсий ну еще массу 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 льгот. То есть благодаря в том числе Алексею Петровичу Морисову. Хотя к нему в советское уже в перестроечное время отнеслись власть отнеслась не очень благословно. Да чуть позже Николай Александрович он участвовал в зажжении вечного огня, да? Да. Это был 1967 год и кстати во многом благодаря советскому комитету ветеранов войны другим ветеранским организациям был восстановлен и был учрежден официально праздник и сделали выходном днем 9 мая. 9 мая после войны он существовал некоторое время потом его отменили Хрущев кстати который после Сталина возглавил нашу страну он не очень хотя и сам воевал не очень относился как-то к военным и сам и он переругался с ними с военными и когда пришел как бы не относились к Леониду Ильичу Брежневу к генеральному секретарю ЦК КПСС но он тоже прошел войну был ранен и очень многое сделал для фронтовиков и с его приходом кстати в корне поменялось отношение к тем кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и вот одних из этих как бы таких серьезных политических мероприятий это было и одновременно дань отдание почести солдату нашему было зажжение огня вечного огня у Кремлевской стены и факел который зарпли на маршном поле в Ленинграде нынешнем Санкт-Петербурге привезли в Москву и факел передал Леонидовичу Брежневу именно Моресиеву перестроечные годы были опять же наш брат журналист не всегда очень корректно и не всегда уважительно писал об этом мероприятии и упрекали Алексея Петровича Моресиева за то что зачем вы передали факел Брежневу вы герой и вам надо было зажигать этот вечный огонь на что Алексей Петрович отвечал что мы оба были фронтовики он такой же фронтовик как и я и он глава все-таки государства ну вот такое и такое было насколько я знаю в 1965 году вот 20-летие победы впервые так массово отметили в стране а это было 9 мая 1967 года именно так 1967 год Николай Александрович извините я вас прервал вы хотели про сказать про завершающий период жизни Моресиева начиная с перестройки и 90-е годы было много неприятного идеологического изменения подхода отношения к нему лично именно так когда начались в стране была объявлена перестройка я скажу что Алексей Петрович воспринял и принял как и все люди нормально нормально потому что страна нуждалась безусловно в переменах переменах и он тоже хотел этих перемен но перемены видите какие получились и он очень сильно переживал когда развалился союз переживал за то что изменилось резкое отношение к ветеранам в том числе и к нему хотя его как бы не забывали его чествовали его награждали все таки в школьной программе еще оставалась повесть о настоящем человеке то есть если бы еще как бы ну вот это как тут точнее это выразится если бы наши недобросовестные или псевдоисторики или как бы застройщики этой перестройки отнеслись неуважительно к нему то я не знаю как бы может быть ну что бы было в обществе но я думаю что какой-то был бы протест был бы протест хотя иногда у нас и в таких случаях как говорим мы примолчили в согласии трудящихся или там присутствующих случалось но добирались и него я уже об этом говорил что если добрались до Зои Космодианской до Матросова до Гастелла добрались то подбирались и к нему но видимо сыграло ту роль что он все-таки был жив этот человек и к нему в обществе было очень уважительное и трогательное и трогательное и бережное отношение что касается что касается его сбился с мыслями Николай Александрович но из школьной программы его в итоге исключили исключили но тот момент когда когда у него забрали машину служебная машина была закреплена еще со времен Сталина это конечно был тоже удар и спасибо вот журналистам комсомольской правды которые в те дни подняли так скажем шумиху серьезную и информация дошла до тогдашнего президента Ельцина и машину Алексею Петровичу вернули но еще один удар исключили потом из школьной программы поезд о настоящем человеке в каком году Николай Александрович но это было уже в конце 90-х ее исключили сделали ее не полностью исключили причем это было решение министерства министерства образования ее сделали этот учебник вернее поезд в качестве рекомендательного как факультатив это называется да как факультатив то есть Александра Исаевича Солженицына включили обязательную программу Матрелин двор менялись ориентиры менялись ориентиры и к сожалению и он это очень кстати больно переживал вот эти вещи ну человек который прошел войну и не только он это тысячи же фронтовиков переживали больно было то что и я в этом книге пишу когда некоторые фронтовики оказавшись по сути в черте бедности вынуждены были продавать ордена и медали они не сами продавали продавали их они отдавали своим родственникам детям которые продавали ушлом этим всем нашим коммерсантам а которые переправляли эти награды за границу но это тоже было это тоже часть нашей истории никуда не денешься вот такие наверное мы довольно подробно осветили биографию морейси уважаемые читатели если у вас есть какие-то вопросы реплики замечания может быть что-то мы не обговорили что-то вас интересует какой-то аспект пожалуйста можно задать вопрос вот микрофон у нас здесь да пожалуйста да 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 с места можете если услышим пожалуйста добрый вечер я хочу вас конечно поблагодарить за границу а это спасибо я считаю мое убеждение что если как раз входит в золотой фонд граждан и людей нашей страны независимо как она называется СССР Россия где мягкие принципиарки вот как раз на примере этих людей мы должны воспитывать наши поколения молодежь особенно на примере именно этих людей так что спасибо вам еще раз вот что я хотел сказать да ну это конечно некорректно на мой взгляд вот брать книгу полевого за какой-то исторический факт во-первых он писал не биографию поиски во-первых он писал именно творственное произведение соответственно в нем допускается все согласен согласен все люди спорили да я не спорю мы не спорили но мы сравнили это правда это не правда это не просто я сказал вымысел я не сказал нигде не правда давайте так сейчас я говорю что я услышал я услышала там вот а такое еще вот как вы считаете вы говорите что как раз начали с того начали что там даты место рождения даты западают это мальчик он же сам это скажем так признавал это все а тогда в чем здесь я вот не понимаю логика он соглашал логика заключается в следующем я просто установил исторический факт вот и все дата установил чтобы да он писал родился 20 мая всегда отмечали причем да всегда отмечали так но я как человек занимаетесь исследователь да историк я решил установить просто истину вот и все я ничего так сказать здесь криминально это не вижу претензий нет к Алексею Петровичу претензий нет но я читал собственно ручное свидетельство есть там и ни одно в личном деле его хранится я держал два личных дела находятся в центральном архиве министерства обороны два личных дела на майора Моресева одно на майора а второе на полковника Моресева и конечно личное дело многие неизвестные страницы открыло вот и для меня и я думаю что для читателей это будет а в которой вам как раз работают долгие-долгие годы в советских комитетах военной войны на Гогольске да на Гогольске Бульгога да дом 4 да дом 4 просто я почему я всем лично с нашел мы работаем вместе ну здорово ну приятно приятно я потому пришел что мне просто интересно было послушать о чем вы расскажете вот как раз вы ее закрыли организацию без тем что-то раз был ДКЧП и комитет поддержал ДКЧП вот но Ельцин соответственно отыгрался на ногу кто поддержал он их всех наказал в том числе эту организацию вот да да кстати вот что касается Васильевского возможно возможно когда организация была скоскана как раз вот Васильевский да первый руководитель Александр Михайлович был да но вот когда я работал в ней и в то момент закрытия был ваш авиации Силанте Силанте он и спас эти комитеты когда печатали да история там есть когда печатали дверь и он пришел я работал с ними Силанте и Малеси вот ну очень приятно вот так вот а вы личный сын с Алексеем Петровичем нет я только ну он я только знаю сына сыном замечательно я тоже знаю сына замечательный человек противный склон абсолютно абсолютно так спасибо у нас еще два вопроса вот пожалуйста ваши вопросы потом ваши вы хотели задать да нет я есть пожалуйста так не вести руку кто хотел задать вопрос я могу без микрофона Николай Александрович вот Борис Полевой при создании своего романа повесть о настоящем человеке преследовал как писатель цель художественной правды цель создания художественного образа в определенной степени обобщенного и именно поэтому как здесь говорилось была изменена фамилия чтобы писатель чувствовал себя свободно но в этой книге был такой эпизод я его приведу по памяти когда уже после ампутации после госпиталя Мересьев беседует с другим персонажем о возможности возвращения в боевой строй преодоления вот этой физической ущербности и когда летчик выражает определенные сомнения в том что это возможно его собеседник говорит ему но ты же советский человек и эта фраза повторяется во время беседы несколько раз что уже звучит как установка как художественная такая художественный элемент романа Николай Александрович вот вы как автор книги биографической о Моресеве о реальном историческом Моресеве скажите вот это самосознание советского человека вот эта система морально-нравственных ценностей она действительно была могла быть опорой в преодолении вот этого художественного недугода снижения подвига возвращения в строй и других многочисленных подвигов или все это как сейчас модно говорить идеологическая риторика той эпохи спасибо я думаю что я соглашусь с вами соглашусь с вами потому что действительно так то поколение которое пошло воевать которое строили Днепрогресс строили Комсомольск на море это было уже другое совершенно поколение воспитанного именно советским строем и пошли они как советские люди то есть и я не думаю что вот есть такое выражение за родину за Сталина они говорят не кричали да кричали и за родину и за Сталина и говорили мы советские люди кричали я тоже я мне повезло в жизни я встречался с очень многими фронтовиками с очень многими начиная от маршала и кончая простым солдатом который имел 9 ранений не имея ни одной медали имел 9 ранений но не имел ни одной медали то есть и они мне говорили открытым текстом что да мы кричали в бой шли за родину и за Сталина сейчас это пытаются у нас очень много сейчас развилось псевдоисториков которые на диване очень легко рассуждать о победах о поражениях как куда везти войска как побеждает врага так сказать окажись они сами в этой ситуации я вообще я сам в военной прошлом всю жизнь носил погоны бывали такие ситуации когда надо решение было принимать одномоментно перед этим я перед Алексеем Петровичем Морисе я написал книгу о Николе Федоровиче Латучине замечательном нашем полководце тоже очень непростая судьба непростая судьба и написал я с ним тоже меня побудило когда начались события на Украине когда начали там сносить памятник у человека который освобождал Киев который освобождал фактически всю Украину начиная от Харькова и всю левобережную и правобережную Украину и когда буквально недавно несколько дней назад в Киеве опять поменяли это самое название сменили была остановка имени Ватутина сейчас она называется имени Шухевича прекрасно прекрасно вот три дня назад то есть националисты правят бабом сейчас на Украине конечно это меня побудило написать тоже Ватутиню имя немножко забытое но с именем Ватутина у нас связаны все победы начиная даже от северо-запада где он начальником штаба северо-западного фронта был затем под Воронежем 20 дивизий держав которые направлялись под Сталинград удерживали замкнуло кольцо вместе со Сталинградским фронтом армию Паулиса они замкнули фронт Рокоссовского Тонской уже добивал основную роль сыграл Сталинградский и фронт юго-западный Ватутина Воронежский фронт основной удар принял на Курской дуге Воронежский фронт и вот эта битва под Прохоров знаменитая это Воронежский фронт я освобождал Киев первый украинский фронт поэтому мне вот это как бы и Алексей Петрович судьба Алексея Петровича Моресева мне не безразлична не безразлична Ватутина не безразлична еще многих людей на которых должно воспитываться наше молодое на жизнь в которых должно воспитываться наше поколение молодое поколение прежде всего спасибо Николай Александрович здесь поступил вопрос в виде записки не касающейся Моресева насколько я понимаю но может быть Вы, как историк Великой Отечественной, ответите что-то... Вы историком, если я великим не считаю, но... Попробуем, да? На Ржевском направлении Жуков совершил жестокий, чудовищный прокол. Погибло ни за что ни про что около миллиона солдат. Их сейчас продолжают откапывать. И великий русский писатель Виктор Астафьев в ответ на это назвал свой роман «Проклятые убиты». Писатели-патриоты среагировали предельно остро, смешали Астафьева с чем-то нехорошим. Он так и умер с этим в душе. Кто прав? Такой вопрос. Кто прав? Ну, вопрос непростой. У каждого писателя был свой взгляд на войну. Астафьев прошел войну, Юрий Бондарев тоже прошел войну, Анатолий Ананев тоже прошел войну, Григорий Бакланов. Это я имею в виду те люди, которые прошли войну. Константин Симонов, я считаю всех вообще военных писателей, которые наиболее полно отразили Великую Отечественную войну, это Константин Михайлович Симонов. Еще писатели Воробьев, Кондратьев. Ну, достаточно много писателей, которые, так сказать, показали во войне. И Астафьев, я не знаю, что двигало Виктором Петровичем Астафьеву последние, именно последние годы, ведь до этого он писал сугубо деревенскую прозу, которую мы очень любим. Царь рыба, прежде всего знаменитая его царь рыба, так сказать. А к войне, там существует масса версий, почему он, так сказать, почему-то ударился. У нас в 90-е годы, в 80-е годы, очень многие люди, даже по учебникам, в которых мы учились, быстро очень перекрасились. Я не хочу сказать, что Астафьев там перекрасился. Ему захотелось, так сказать, написать, видимо, правду с его точки зрения. Вот, допустим, в Беларуси жил замечательный писатель Василий Быков. И в советское время он потрясающие вещи написал. И Лариса Шипитько, известный режиссер, сняла замечательный фильм «Восхождение», вы же помните, да? Но он написал правду. Не знаю, почему Виктор Петрович в то время не написал. Ну, это уже как бы... Я не знаком был с Виктором Петровичем. Хотя писателей некоторых фронтовиков я знал. В том числе и Евгения Носова, которым написал замечательный роман «Усвятские шлемоносы». Там тоже присутствует война. И «Красное вино победы». То есть, что касается Жукова, ну, я вот только что сказал, что на войне, как на войне. Не было бы таких, как у нас, таких, как Жуков, Рокоссовский, Ватутин, Василевский. Я не знаю, выиграли бы мы эту войну или не выиграли. Это уже вопрос, как бы... Нам очень трудно на эти вопросы отвечать. Спасибо, Николай Александрович. У нас времени буквально на последний вопрос. Уважаемые читатели, если есть еще что-то, если нет, то задам я, Николай Александрович, вот про сына просто Виктора Алексеевича. Что он за человек, чем занимался? Ну, сейчас он уже в преклонном возрасте. Ну, в Суиске, это и да. Да. И насколько общение с ним помогло вам при написании книги? Ну, с Виктором Алексеевичем Морисевым мы знакомы с начала 2000-х годов. У нас были переливы в общении. А общение началось уже, когда я поступил к работе над книгой. Некоторые вещи, в чем я сомневался, я задавал ему вопросы. Ну, вопросы даже такие. Какая квартира была у вас на углу, здесь на Пушкинской площади? Сколько комнат? В одном случае пишут три комнаты, в другом четыре. Для историка это безусловно два. Ну, и такие вот чисто детали, которые, ну, очень важны для написания книги. Виктор Алексеевич замечательный, абсолютно человек. Я у него был недалеко перед Новым годом. Я бы его с удовольствием пригласил и сегодня в эту студию, в эту аудиторию. Ну, возраст 75 лет. Пандемия не затекает. Она как метель. Метет с одного конца планеты в другую. То есть и сейчас. Видите, какая обстановка в Москве. Каждый день цифры такие тревожные, как сводки фронтовые. И надо отдать должное Виктору Алексеевичу. Он очень многое сделал для памяти, для сохранения памяти отца. То есть у него хорошие связи с Камышиным, его там знают. Он часто приезжал туда. Он передал много экспонатов в этот музей, в Камышинский музей. И, кстати, если все будет нормально, я планирую поехать буквально в ближайшее время на родину Церкви Петровича. Позвоню Виктору Алексеевичу, не знаю. Но вряд ли он. Ну, возраст, вы сами понимаете, 75 лет. А так, все в нормальном отношении. И он очень много помог своими консультациями при представлении книги. Ну что ж, будем надеяться, что эта книга о Морисе, высшая в серии же замечательных людей. Она заставит людей старшего поколения по-хорошему вздрогнуть, встрепенуться и понять, что это имя до сих пор чтимо. А молодежь заинтересует обратиться к истории Великой Отечественной войны и узнать имена своих бодренных героев. Спасибо, Николай Шарч. Давай поаплодируем Николаю Паркашову. Спасибо вам. Какой интересный рассказ. Теперь перейдем к автографу.